Ну вот и все. Только угасли свечи выборов царя, режим решил, пора уж сжигать лампадки. И то, что в пятницу случилось неспроста. В тот подмосковный вечер всем пришлось весьма несладко. Хоть это был и не рязанский сахар, вроде, и не, как многие кричали про Норд-Ост, но почерк узнаваем был до боли. До боли от того, кто ухватил свой пятый срок. Похвастать нечем. В Белгороде громко. По всей стране пылают НПЗ. Диктатор понял, надо как-то ловко переходить в срочном порядке к плану Б. Он попросту достал из рукава свой главный козырь, который многократно щеголял и показал всем россиянам старый фокус. Ну, если быть точнее, то крокус-покус. Тот, про который Запад всех предупреждал. По методичке Фром Медведев-Малафеев всем рассказали про какой-то ДРГ. Ну, а для тех, кто все же поумнее, все очевидно, там торчали уши ФСБ. Завербовав прям самых бородатых, очередной свой провернули трюк, устроив подмосковное сафари. Поставить, чтоб всех на уши вокруг. И у меня вопрос к казнатакам, что, где, когда. Господа, силовики в округе коих масса, ответьте за минуту, господа, где были все они чуть больше часа. Возможно, были заняты делами поважней. Разгоном журналистов, важно это. Или чего-то даже пострашней, разгоном одиночного пикета. Так что же это было в Крокус-Холле? Попытка запугать или сломить? Скажу вам, как по мне, все прозаично. Предлог мобилизацию на полную врубить. А что? Бегом мобилизуем население? Поставим россиян в единый строй? Плечом к плечу. Произошла беда. Теперь нужна сплоченность. Вот, что кремлевскому так нужно плачу. Все ждали обращения гаранта, который гарантированно спал в свой чемодан. Но все ж к обеду он, размявший ботокс, со всех телеэкранов засиял. Включив на максимум актерскую гримассу, он обратился к жителям страны. Мол, виноваты в том у кратаджика англосаксы. Но, как обычно, точно уж не мы. Он, кстати, смело мог во всем винить французов. Машина ж у преступников была Рено. Не будь у Франции такого автопрома, всего бы этого и не произошло. Но Путя выбрал вектор самый легкий. Упомянув про украинское какое-то окно, через которое те подмосковные стреляки должны были сбежать. Но тут есть много но. Их задержали ближе к Беларуси. По документам каждый вроде бы таджик собрал все эти факты воедино. Решили, что всему виной хохлы. Все это лихо подхватила пропаганда. Из всех щелей визжат, кричат, пищат. Мол, смертной казни не хватает нынче, братцы. Давайте возвращать ее назад. Мне непонятно только лишь одно здесь. Чего уж, скажем, далеко ходить. Зачем был нужен весь этот перфоманс? Закон сей в думе можно было тихо протащить. Уверен, что народец, как и прежде, покорно б смог все это проглотить. Что ж, подытожим. Крокус – это лишь цветочки. И по названию, и по сути, так сказать. И съехавший с катушек царь, увы, не дрогнет. Чтоб вскоре ягодки своим холопом показать. На этом все. Надеюсь, все сделают вывод правильный. Слава Украине! Живи Беларусь! Ну и от шамана Габышева привет всем пламенный.